Всем привет! С вами Трестания и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого винтажного кулона. Начнем! Для работы нам понадобится полимерная глина двух цветов, катор, пудра, скальпель, текстурный лист, щетка, игла, моделирующий инструмент, лезвие. Раскатываем пласт черной полимерной глины 2 мм толщиной. Разрезаем его на две части. Одну прокатываем с текстурным листом на пастомашине на той же толщине. Второй пласт текстурируем щеткой. Кладем пласт с рисунком на основной и все прижимаем, слегка текстурируя щеткой. Лезвием придаем необходимую форму. А при помощи моделирующего инструмента закругляем края. Катаем шарик из черной полимерной длины и вытягиваем его. Приступаем к формированию маски, как я показываю. Для удобства прижимаем к рабочей поверхности, чтобы все не каталось и не скользило. Редактор субтитров А.Семкин текстурируем щеткой и иголочкой. Корректор А.Кулакова Покрываем маску золотой пудрой и укладываем ее на основу. Из синей полимерной глины катаем тонкие нити и декорируем поверхность кулона завитушками и лепесточками. Корректор А.Кулакова 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 Саму маску в области глаз и носа декорируем шариками. Корректор А.Кулакова 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 Иглой делаем отверстие. И тонируем все завитушки и края золотой пудрой. Иглой делаем отверстие. В таком виде я отправляю наш кулон на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.